Шавуатов! Мы должны закончить нашу историю с камнями, глава ТЦВ. Итак, мы остановились с вами на камне. Давайте посмотрим. Это у нас камень Шоам, колено Йосефа. На русском это Оникс, да, потому что переводит Арбейну Бахе, это Оникле. О Йосефе сказано в Торе, что он вызывал симпатию у всех, кто видел его. И невозможно было сглазить за всем, что он делал, чувствовалось имя Ашем. Всевышний, да, то есть созвучие камня Шоам и слова Ашем. Особые свойства этого камня, он помогает от сглаза, и слова того, кто носит этот камень, будут услышаны при дворе царей и правителей. Вот такое вот удивительное, да, свойство. Следующим идет камень Йошфе. Йошфе, правильно, сейчас, да, да, правильно. Что это за камень? Это у нас Яшма, да, на русском Яшма. Это колено Бенямин, или Яшфиз, еще в переводе Арбейну Бахе. Он может быть оттенком какого? Красного, черного, зеленого. Получила колено Бенямина этот камень в награду за молчание о продаже Йосефа. Стараюсь удержаться. Бенямин много раз менялся в лице. Интересно, что на иврите Ешпе означает есть уста. То есть уста есть у того, кто может их вовремя закрыть. И особое свойство этого камня, Яшмы, это останавливать кровь. Эти 12 камней, которые мы с вами перечислили, эти три мини-урока, они располагались на Хошин по порядку рождения родоначальника в Кали. И Арбейну Бахе говорит, что именно эти камни были выбраны, и есть чудесная тайна и управление Всевышним миром. Мы не случайно не можем точно определить, что это были за камни, ведь управление миром Всевышним скрыто от нас. И Арбейну Бахе говорит также, что не камни обладают особыми свойствами и силой, а Всевышний через них помогает тем, у кого дела и помыслы чистые. Но это вообще мысль-бомба. То есть на самом деле все, что мы говорили, особенные свойства и так далее, это только лишь, если у человека есть кавана, чистые помыслы, и тогда эти камни, они служат таким полупроводником или проводником, принимая определенные свойства, соответствуются своими физическими характеристикам. Потому что это все-таки всего лишь камень. И урок здесь, хотя глава ТЦВ вот уже прошла, и мы перешли уже на следующую главу. И без рада, чем продолжим наши мини-уроки на следующей неделе, но уже на этой, по главе КИТИСа. Так урок здесь важный для нас, что Акадош Бауху, он внутри нас имеет свой механизм, который от нас скрыт. И этот механизм, он, несмотря на то, что он скрыт, он связан с определенным триггером, нашим триггером. Триггер этот называется эмуна, вера. И работает эта эмуна, работает эта вера именно таким образом, что чисто сильная вера возможна тогда, когда нету, к минимуму сведены так называемые ошибки, или грехи их еще называют, так не очень удачное слово. Теперь эти ошибки, это есть та узость, тот цар, та мини-поломка или не мини-поломка, которая прикрывает свечение этих наших внутренних камней, а именно медот, который является основой нашей веры. То есть улучшая качество нашей души, мы автоматически улучшаем контакт со Всевышним. То есть проводники не эти камни, даже пусть мы говорим в символическом смысле о них, а проводник есть наша душа, наша многоуровневая душа и наше желание, рацион, сблизиться со Всевышним. И таким образом получается достаточно красиво, что мы внутри, работая над всеми медот, и понимая, что это есть приоритет, над качествами работы, и понимая, что это есть приоритет, мы приближаемся, вернее, мы внутри себя активируем вот этого Коина Гадоль, первосвященника, который имел гораздо больше возможности, уровень связи со Всевышним, чем другие Коаним, которые служили в храм. То есть в переносном смысле, мне кажется, это для нас очень большой урок. А начинается этот урок чем? Зажигай масло. Что это такое масло, мы говорили, да, то есть объединяй, объединяй евреев, объединяй свои торы, промолчи, уступи. Вот это есть масло. Когда идет по маслу все, да, вот любимое выражение, все идет как по маслу. По маслу идет тогда, когда ему есть куда стекать. Когда у человека большая гава, маслу некуда стекать. Оно просто даже не зальется никуда. И тот внутренний свет, который человек может получить свыше, он зависит именно от того, насколько мы будем работать над своими качествами и к себе относиться гораздо, гораздо, гораздо строже, чем к окружающим. Но опять же, в меру, да, часто мы говорили о том, что не нужно впадать в крайности, в чувство вины и так далее. Если у нас есть работа, мы эту работу должны сделать хорошо. Может быть, хорошо плюс. Но отлично получится, без отощем. Идеально вряд ли получится. Никто не требует от нас. Но работа должна идти. Потому что, как написано в перке, вот хозяин спрашивает, и времени очень мало. Так что, без отощем, чтобы мы были хорошими работниками. Еще готов. Спасибо. 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 Продолжение следует...